Здравствуйте! В эфире новости Удмуртия в студии Марины Симоновой. Смотрите в этом выпуске. Режим повышенной готовности снят. В болезино в тестовом режиме заработала новая котельная. Не удержался в центре города. Грейдер смял несколько машин, кто компенсирует ущерб водителям. Упорство и терпение. Как залог успеха участница из Удмуртии на окружной конкурс Татьяна при Волжье решила отправиться в боксерских перчатках. Подготовка к юбилею Калашникова началась. Председатель российского правительства подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке к юбилею. Возглавил его вице-премьер правительства страны Дмитрий Рогозин. В состав вошли также представители нескольких федеральных министерств, руководство концерна Калашников, военные, а также по согласованию дочь Михаила Тимофеевича. Заместителем председателя оргкомитета назначен глава Удмуртии Александр Соловьев. Напомню, до юбилея остается чуть больше двух лет. Сто лет со дня рождения создателя знаменитого АК-47 исполнится в 2019 году. Съезд Совета муниципальных образований сегодня прошел в Екбоде. Делегатов на форум со всей республики съехалось больше, чем ожидалось. Почти на 100 человек. Интерес к собранию необычайный и проходило оно по-новому. Поэтому муниципалитеты не просто рассказывали о проблемах, а составили план по их решению. Марина Баль подробнее. В главном зале Икшурбодинского ДК секция номер один. Здесь обсуждают, как муниципальные власти взаимодействуют с федеральной. А в зале бракосочетаний другая секция. Здесь на повестке предстоящая оптимизация муниципальных служащих и уровень их зарплат. Договорились промониторить объем работы муниципальных чиновников и выяснить, соизмерима ли зарплата. После дискуссии главы поселения объясняли, зачем такие встречи нужны. Очень полезно. И предлагается еще повышение квалификации. Тут программы такие разработаны. Внимание уделяется. Действительно, законы меняются. А уровень надо повышать. Главу муниципалитетов изменения в законы предлагали сегодня сами. Например, на секции по развитию гражданских инициатив. Депутаты райсоветов рассказывают, население готово активно вкладываться в развитие территорий. Но оформить собранные деньги по закону не получается. Сегодня, так или иначе, в строительстве газовых других магистралей народ участвует. То есть люди деньги достали, внесли. Но, к сожалению, мы их не потратить, не использовать не можем, потому что нет законодательной основы. Должна быть четко планируемая программа и рождение рубля, и правильное претворение этого рубля в дело. Острых вопросов в местном самоуправлении масса. Секции заканчивались, начинался кофебрейк. Обсуждение продолжалось за чаем с ароматной выпечкой. Главное достижение, уверяют представители муниципальной власти, это то, что теперь их не просто слушают, а с мнением считаются. Мы добились исполнения федерального закона, когда по всем нормативно-правовым актам, принимаемым в Удмуртской республике, согласование проходит в части, касающихся жизни муниципалитетов, с нами проходит согласование. Мы только за этот год 261 документ получили над согласованием. И примерно по 15-20 документам написали возражение, и нам удается отстоять свои интересы. Этот форум уже 11-й, но впервые проходит в таком формате. Главы районов, городов и поселений не просто обменивались мнениями, а написали четкие предложения к вышестоящей власти. Это будет план работы на год, заявил глава республики. План, который нужно исполнить. Это хорошо, что мы сегодня собрались здесь. Я думаю, и пожелаю форуму принять те решения, которые мы с вами в дальнейшем через год собрали и сказали. Мы выполнили все, что говорили на этом форуме. Но брать надо на себя те планы, которые действительно мы сможем выполнить. Марина Бали, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». В Балезинском районе сняли режим повышенной готовности. Он действовал здесь 1 ноября. Замерзала деревня Исакова, а точнее школа, сад, приют для одиноких пожилых людей и четыре многоквартирных дома. Но буквально на днях ситуация изменилась. Все подробности у Светланы Булановой. Вот у нас есть такой журнал температурного режима. Если обратить внимание, у нас 10-го было 12 градусов тепла. 13-12, вот такой. И это было вообще, в каких-то коментах было вообще, по-моему, там 5 градусов. Школа Высакова зимой мерзнет уже не первый год, но педагоги и ученики очень рассчитывали. Нынче все будет по-другому. В деревне начали строить новую котельную. Однако к Новому году надежду начали терять. Мы по всем инстанциям написали, Тайвогу забили. Все, что могли. Видите, мы ждали, что новую котельную запустят. Соответственно, и тепло пойдет в наше учреждение. Новую котельную должны были запустить еще в конце ноября. Но подвел подрядчик, объясняет районной власти. Все это время школу, а еще приют для одиноких пенсионеров и четыре многоквартирных дома продолжала отапливать старая котельная. А она постоянно выходила из строя. Согласно контракту, подрядчик должен был завершить все строительно-монтажные и пусконалодочные работы к 30 ноября прошлого года. Приступил он только в конце октября на объекте. Все документы получил. В связи с тем, что вовремя не приступил, это, считаю, основная причина задержки, что мы не вовремя подали. Болезинский район оказался единственным в Удмуртии, не получившим паспорт готовности к отопительному сезону. С 1 ноября районные власти ввели режим повышенной готовности. Сегодня он уже снят. Новая котельная наконец-то заработала. Правда, пока в тестовом режиме. Но в школе уже почувствовали перемены. Мы даже не привычны к такому теплу. Даже жарко. Даже жарко, потому что, в принципе, у нас всегда в школе было холодно. Мы вот как школу построили, вот как здесь работаем, да, мы всегда ходили в школу в валенках. В сапогах, таких теплых зимних. И никогда не ходили в туфельках, вот, потому что холодно было. Официально котельную Высакова запустят в феврале. К этому сезону в Болезинском районе построили 6 новых модульных котельных. К следующему планируют еще 3, обещая придирчивее выбирать подрядчиков. Светлана Буланова, Оксана Худякова, Андрей Бусыгин, телеканал Майя Утмурти. 900 тысяч доз вакцины от бешенства получила республика в этом году. Она предназначена для диких животных. Именно они являются основными переносчиками опасного как для зверей, так и для человека заболевания. В прошлом году на территории республики было зарегистрировано 118 случаев заражения. И в большинстве в дикой фауне. Без вакцинации, отмечать специалисты, эта цифра была бы еще выше. Если посмотреть, что в 2016 году проведена работа у нас тоже среди диких фауни. 403 тысячи вакцины разложены. Результаты, в принципе, есть. То есть, если сравнивать с 2015 годом, то получается на 9 случаев ниже в 2016 году. Удмуртия остается неблагополучным регионом по бешенству. В этом году уже зарегистрировано два новых случая. И снова в дикой фауне. В резерве, по словам специалистов, у республики есть еще 200 тысяч доз вакцины. Ее раскладка начнется в марте-апреле. А в центре Ижевска сегодня произошла массовая авария. Трактор проехался по припаркованным автомобилям. Произошло это днем на улице Бородина. Видео и фотографии разлетелись по соцсетям. Очевидцы сообщают, что Грейдер двигался вверх. Но неожиданно покатился вниз, попутно подминая стоящие на парковке машины. В результате пострадало 8 авто. Проверку проводит и ГИБДД. По данным инспекции, повреждения получили 5 автомобилей. Ущерб им возместит страховая компания, с которой у муниципального предприятия Дреу заключен договор. Именно этой организации и принадлежит Грейдер. Об этом сообщила ижевская администрация. Роководство города попросило своего подрядчика тщательнее отслеживать исправность техники, которая выходит в город. А ижевская администрация сегодня заявила, что готова инициировать отзыв лицензий у управляющих компаний, которые должным образом не занимаются расчисткой дворов. Поводом стали недавние рейды по городу и жалобы горожан на заснеженные пешеходные дорожки и зауженные дороги. Есть компании, которые уже получали претензии, однако никак на них не отреагировали. Именно такие сообщает администрация на своем официальном сайте и рискуют лишиться лицензии. А фонд капремонта сегодня поделился планами на предстоящий сезон. Сделали они это, инспектируя ремонт одного из старейших ижевских многоквартирных домов. Там идет сейчас капитальный ремонт впервые за 62 года. Репортаж Дмитрия Вороновнина. Дом 206 на Пушкинской – одна из самых старых пятиэтажей Тижевской. Ему 62 года. И за все это время здесь ни разу не проводился капремонт. Можно поэтому понять эмоции жильцов, когда на днях сюда заехала строительная техника и высадился солидный десант рабочих. Тут вот перекрыли и смотрю, крышу стали делать. Нормально. Дом-то ведь старый, 55-го года. Время-то уже сколько прошло. Я регулярно плачу, оплачиваю капремонт. Без задержек, без всего. Последнее замечание важное. Жильцам этой хрущевки повезло, но они и сами сделали для этого все необходимое. Дело в том, что собираемость дома в республиканский фонд капремонта почти стопроцентная, а в фонде не раз подчеркивали в приоритете именно те высотки, где живут самые исполнительные и аккуратные плательщики. В планах подрядчика полная замена стояков канализации, водоснабжения, замена силовых электрокабелей. А значительная часть сил и средств пойдет на ремонт крыши. Кровля будет вентилируемая, и достаточно большой ресурс денег, сметного ресурса, будет направлен на повышение энергоэффективности дома, то есть на утепление чердачного перекрытия. То есть будет выполнено утепление, чтобы утепление чердака дает снижение теплопотерь через чердачное перекрытие до 20-25%. Дом на Пушкинской – это последний объект, где проводится капитальный ремонт по программе еще 2016 года. В прошлом году фонд капремонта провел серьезную работу в плане освоения собранных средств, ведь собственники в Удмуртии начали собирать эти деньги еще в 2015. В 2016 году перед нами стояла задача выполнить работы и по краткосрочному плану 2015 года – это 131 дом, и по краткосрочному плану 2016 года – это 393 многоквартирных дома. То есть в сумме за 2016 год фондом капитального ремонта были проведены работы на 454 многоквартирных домах. Эти ремонты обошлись в 500 миллионов рублей. В региональном фонде капремонта сегодня озвучили и планы на год наступивший. На проведение работ в 280 многоквартирных домах Удмуртии потребуется 424 миллиона рублей. Дмитрий Вороновин, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». 20 миллиардов рублей получат регионы страны на благоустройство городских дворов и парков. Это новый проект «Единой России» и далеко не единственный. С этого года партийцы решили особое внимание уделить здоровью школьников, доступности высокотехнологичной помощи, а еще перенастройке налогового кодекса. Обо всем этом говорили на 16-м съезде партии. Там работали и наши делегаты. Их мнение в репортаже Ксении Мороз. Основные дискуссии на 16-м съезде партии «Единая Россия» развернулись на семи тематических площадках, где обсудили практически все сферы жизни. Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невостроев постарался побывать на всех, чтобы лично вникнуть в суть проектов, над которыми республике предстоит работать в ближайшие годы. Появляются новые, очень такие, наверное, сегодня востребованные направления, как это благоустройство наших территорий, скверов, городов. Это и парковые зоны, на которые, наверное, мало сегодня обращается внимания. Это и театры в малых городах нашей страны. И думаю, что уже дан очередной посыл регионам, что надо заниматься именно этими направлениями. Большие изменения ожидаются в медицине. До 2019 года продолжится проект «Земский доктор». А с этого года особое внимание к здоровью школьников. Мне понравилось то, что, это я говорю, обращаясь к родителям, чьи детишки учатся в школах, что будет рассмотрен, он уже пилотом идет, школьная медицина, и будут подготавливаться, будет номенклатура медицинского работника, школьный врач. Еще один важный, но пока пилотный проект – денежная компенсация пациентам за дорогостоящие операции и лечение. Это направление в Госдуме, возможно, рассмотрят в этом году. О финансах на этом съезде вообще говорили много. Регионы все настойчивее поднимают вопрос, что им необходима серьезная поддержка федерального бюджета. Не может сегодня финансирование быть для Москвы, для Санкт-Петербурга лучшими. Мы ведь такие же субъекты Российской Федерации. Сбалансированность должна быть в бюджетах субъектов Российской Федерации. Мы должны софинансировать те объекты, те федеральные целевые программы, которых порой мы не знаем. А где найти деньги? В предстоящие полгода российский парламент планирует пересмотреть налоговые законы. Как говорят единороссы, настроить налоговый кодекс. Депутат Госдумы от Удмуртии Валерий Бузилов в этом видит хорошие перспективы. Настолько налогового кодекса для меня – это возможность перераспределения налогов в пользу Республики. Мы этой темой постоянно занимаемся. То есть в пользу регионов. На политической арене в ряде регионов этой осенью единороссов ожидают выборы. В Удмуртии, например, в госсовет. На съезде договорились провести предварительное партийное голосование в единый для всей страны день. На Чекиреле полным ходом идут специальные горнолыжные тренировки для детей с ограниченными возможностями. 50 ижевских подростков стали участниками проекта «Лыжи мечты». О том, как помогают им экстремальные занятия спортом, расскажут наши корреспонденты. 13-летняя ижевчанка Елена Чулкина на горные лыжи при помощи опытного инструктора впервые встала лишь этой зимой. И посоветовали врачи. У девочки последствия серьезной черепно-мозговой травмы. Новая экстремальная спортивная дисциплина настолько увлекла и заворожила, что сейчас Лена не пропускает ни одной тренировки. Очень интересно. На самом деле, это столько новых возможностей открылось. Я не знаю, это очень здорово. Ловить равновесие учимся. То есть на одной ноге, на другой. Вот так, поочередно. Потом сначала зигзагом учились съездить. А сейчас уже вот что-то новенькое учим. Хотелось бы, конечно, чтобы ребеночку стало легче. И физически укрепилось, мышцы укрепились. Лена стала увереннее держаться на ногах. Спинка прямая становится. Ну и вообще для общего развития, я думаю, что полезно. В ноябре сразу 50 юных жителей Ежеска стали участниками реабилитационной программы «Лыжи мечты». Весь нынешний зимний сезон подростки, позабыв о своих тяжелых болезнях, с увлечением тренируются на горнолыжном комплексе «Чекирилл» под руководством специально подготовленных наставников. Мы видим у них у всех положительную динамику в их состоянии. То есть мы видим, и родители замечают, и тренеры говорят, что дети стали более уверенно держаться на ногах. Дети стали более подвижны. И развитие не только физическое, но и умственное идет лучше благодаря такой вот реабилитации. Удмуртия – один из 20 регионов России, где действует программа «Лыжи мечты». Специально разработанный курс тренировок позволяет на порядок ускорить процесс лечения и реабилитации. При поддержке республики закуплено специальное оборудование и проведено обучение тренеров. Весной на Чекирилле пройдут и первые соревнования, где подростки покажут, чему научились за этот зимний тренировочный сезон. Дмитрий Вороновнин, Илья Терендяев, телеканал «Моя Удмуртия». 25 января в Саранске выберут самую красивую Татьяну Приволжье. В межрегиональном конкурсе участвует и Удмуртия. Чем наша делегация планирует удивить, знает Александр Демитов. Давай, двоечка, оттяжку, прямой, правой. Еще. Также стремительно и мощно студентка второго курса Института математики, информационных технологий и физики УДГУ Татьяна Запивалова готова выступить и на конкурсе Татьяны Приволжье. Тайским боксом она владеет совершенствием. Спорт, говорит, воспитал в ней упорство и терпение. Эти качества, уверена наша Татьяна, помогут ей и на этот раз. Сложно было отбор проходить? Да. С одной стороны, да, волнительно, потому что я читала стендап на визитке, на самопрезентации. И никогда не ходила, ни проходку не учила, не нужно было пройти дефиле. Мой творческий номер – это, можно сказать, оригинальный жанр. То есть там и танец, и тайский бокс – мое хобби главное, и песни, и проекторы. Вместе с Татьяной в Саранск отправится внушительная группа поддержки. Конкурс – это еще и уникальная возможность показать соседям нашу республику. В этом году участницы получили задание – рассказать о реках своего региона. Студенты из УДГУ представят ИШ. В процессе подготовки изучали историю и консультировались с экспертами. В итоге получился гармоничный сплав научных знаний и древнего финно-угорского эпоса. Мы сходили в библиотеку, нашли научные труды, кто описывал реку. Нашли очень много сказаний и легенд про эту реку. И вот собрав всю эту информацию, у нас получилась достаточно красивая река и хорошо будет представлена. Я думаю, что и образ Татьяны, и образ этой легенды про змея и ежа будет достаточно интересен. Кстати, три года назад и тоже в Саранске Удмуртия уже выиграла конкурс Татьян. Наша делегация рассчитывает на победу и в этот раз. Тогда следующая Татьяна по Волжье снова состоится в Ижевске. Александр Демидов, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». И у меня на этом все. До встречи. Продолжение следует...